Добрый день! Все самые лучшие и фантастические предложения ждут вас на Хула-Лабу. Хула... Балуха... Ну ладно, потом поправим это. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Я Инессе Берзине помогаю, как всегда, по понедельникам вице-мэра Андресу Амирексу провести вечерний эфир, отвечая на ваши вопросы. К счастью, уже началась зима, и, наверное, поэтому у нас могут возникнуть вопросы, касающиеся уборки улиц. С одной стороны, конечно, это замечательно, что появилось такое, ну, скажем, натуральное освещение в нашем городе, и утром не так грустно и печально идти по серой столице. Но, с другой стороны, как я понимаю, начинаются вот такие снегоуборочные сезоны. То есть это будет дорого стоить, наверное, и самоуправление, и, может быть, уже сейчас что-то в этом смысле предпринимается. Ну, вот Андрес Амирекс расскажет. Ну, опыт мы имеем уже из прошлых лет, что значит снеговая уборка, и если такая будет, то, соответственно, всеми условиями эти службы, ну, уже с предыдущих лет набрали этот опыт. То, что касается, сейчас же еще снега нет, сейчас немножко света больше, то есть там... Ну, подморозиво, поэтому начинается гололед, потом чем-то посыпаете? Да, да, вот, конечно, это на улице посыпаются, дворники, соответственно, сейчас контролируется больше, и будут контролироваться, потому что прогноз, что еще станет... Холоднее. Ну, критику всегда принимаем, но как зима начинается, конечно, есть ситуации, где дворник что-то забыл сделать, и... Ну, это реальная жизнь, так же, как в школе или, не знаю, в другом месте здесь, скажем, есть образцовые дворники, есть необразцовые. Мы образцовых каждый год поздравляем и даем им почет, и не только почет, но и денежные вознаграждения. Ну, те, которые попали в черную, как в доску, да, то по-другому, да. Но в любом случае, ну, надо понимать, что у нас только по домоправлению 2000 дворников, да, то есть, если понять объем, который есть, не говоря уже о том, сколько еще госучреждений, ну, скажем, у частных разных структур, это очень серьезное, серьезное количество людей, которые на этом, ну, за это получают соответствующую оплату. Вот, кстати, вы сказали до эфира, что вы пришли, у вас прием только что был, и что к вам приходится очень долго ждать очереди на прием. Такое огромное количество людей недовольны своими жизненными какими-то условиями бытовыми. С чем к вам приходят? Да нет, по-другому. Ну, человек в думу приходит не... Ну, я как говорю, скажем, если просто поплакать на плечо, то надо идти в церковь, поставить свечку и, ну, поплакать. Это облегчает душу, и это один вопрос. Другое, если человек приходит в думу, он, ну, хочет понять, как он может решить свою проблему. То есть, не просто поплакать, он ждет, ну, совета или конкретного действия по тому, что он может сделать. Поэтому, чтобы попасть к Ушакову или Америку, да, но мы не палочка-выручалочка, да, то есть, чтобы, ну, человек пришел, ну, так же, как идет к врачу, там, есть какой-то... Ну, заранее записаться надо как-то, да? Предварительные какие-то исследования, чтобы понять, что ты до этого делал или старался, то есть, потому что есть соответствующие службы коммунальные или, ну, скажем, юридические, или те, которые занимались, и после этого, когда ты не мог найти, ну, соответствующее решение на уровне уже профессионалов, да, тогда ты идешь к политику, ну, то есть, к руководству Думы. Поэтому те люди, которые приходят, они, ну, или, или в каком-то смысле, не могли найти решение на уровне профессионального, то есть, на уровне чиновников, на уровне тех департаментов, и они тогда ждут возможности выложить свою проблему, ну, руководству Думы. Ну, учитывая объем людей и объем того, то есть, мне раз, ну, две недели, раз-три недели по понедельникам, есть этот прием, то есть, как я могу, я каждый понедельник практически не могу принять. На сегодня, скажем, ну, да, в основном это юридически сложный вопрос. Вот один, скажем, житель своего, своей квартиры два года назад уже обрезал все батареи, сказал, что он не хочет городской тепло. То есть, он придумал альтернативное отопление, да? Нет, ну, просто, да, там, считать, что он там такой печкой отапливает, реально срезал батареи, а в доме 10 квартир, у других не спросил. Так остальные остались без тепла, что ли? Нет, остальные остались с теплом, но он сейчас пришел, почему он отрезал уже два года назад батареи, а не ему выставляют счет за тепло до сих пор. А почему, на самом деле? Потому что, чтобы сделать, во-первых, нужен соответствующий проект, после этого нужно, как в любом другом доме, ты же не один живешь, согласовать с другими жильцами, что ты это делаешь. Ну, там есть соответствующие правовые нормы, да, ну, и после этого, когда ты это делаешь, ну, все равно вводишь газовое отопление в своем квартире или отрезаешь радиатор, это уже соответствующие действия. Ну, то есть, и ищется какая-то правда в этом, да, ну, к примеру я сейчас назвал, ну, или другие, скажем, там, не знаю, в 11-этажном доме, скажем, на середине, как в том, шестом или седьмом этаже, к примеру, ну, абсолютно пустая квартира, вот там выбито стекла, и пока идут судебные дела, вот сейчас холод, ну, вот как поступить, да, в соответствии с нашим законом, без санкций прокурора, частную собственность зайти, да, значит, наше домуправление арендует высокий такой подъемник, да, и со стороны балкона, да, делает, ну, забивает, ну, чтобы не было меньше затрат, ну, к примеру, ну, такие, то есть, конкретные вещи, что иногда, тогда нужно распоряжение руководству думы, то или мое, ну, и, ну, как-то мы находим решение из тех проблем, иногда и не находим. Так, у вас были, как я понимаю, какие-то ответы на предыдущие вопросы? Да, были, мы дискутировали где-то пару передач назад, и касающиеся вывоза мусора. Стоимости? Стоимости, да, и это, это довольно такой чувствительный вопрос также, потому что еще, ну, с давнейших времен, будем говорить так, с прошлого века, еще 90-е годы и начало, и 2000-е годы, правило было такое в Риге, что на, по каким-то уже тогда расчетам, каждый житель в году, ну, то есть, как создает мусор на 5 кубометров, да, и, значит, соответственно, умножалось эти 5 кубометров на живущих в этой квартире, значит, соответственно, столько кубометров умножались на 12 месяцев, то есть, делились на 12 месяцев и выставлялись эти счета на вывоз мусора. Жизнь поменялась, и по правилам кабинета министров, ну, с 13-го года, с прошлого года, с осени, то есть, мы обязаны не только в Риге, но и в других городах эту систему менять, то есть, как менять, то есть, больше нет этого расчета на одного человека, и эти правила сейчас предполагают, что вывоз мусора состоит, то есть, его делится не на количество, ну, живущих в квартире, от которой может меняться, то есть, кто-то приехал, кто-то не декларированный, декларированный, а на количество квартир в доме. Ну, это же нелогично. Но в квартире может 10 человек жить или один? Да, но я не хочу сейчас комментировать правовое, или мы это не придумали, еще раз повторю. Ну, да, они, вероятно, долго думали. Возможно. Но там есть и дополнительные аргументы того, что очень сложно, ну, когда сдаются в аренду, проконтролировать, сколько же людей живут или не живут, декларированный, не декларированный, как мы говорим. Но факт один, сейчас это происходит по тому, сколько квартир в доме, и влияет цена на вывоз мусора три основные моменты. Первый – это количество контейнеров, ну, то есть, сколько контейнеров стоит, и, соответственно, аренда количества контейнеров. Второй – объем этих контейнеров, большие, там, средние, то есть, объем контейнеров, которые выставляют. И третий – это как часто они вывозятся. Исходя из этого, вот, то есть, жители договариваются с или домуправлением, или с другими, кто обхозяйничает это, и с этого, ну, соответственно, делается расчет по плате, по мусору. Я только могу сказать одно, то есть, разница между тем, что было и что есть, еще раз так, в эссенции того, это то, что сейчас по-новому расчет больше не идет на количество людей. Ну да, чем дальше вместе, лучше. И второй вопрос, касающийся, которым мы дискутировали даже несколько раз, и меня упрекали, что я, ну, не могу четко ответить, это мы дискуссии вели по эспланаде, по нашему центру, по скамеечкам. И, Настя, вы даже помните это все. Вы знаете, что, учитывая, я не хотел тогда быть голословным, и я зафиксировал этот еще раз вопрос, касающийся скамеек, и, то есть, спинки к этим скамейкам. И могу сейчас с полной ответственностью сказать, что та радиослушательница, которая звонила и говорила, что там столько и столько скамейок, я уже сейчас не помню, что она тоже не права. То есть, сейчас посчитаны все, учитывая нашу дискуссию здесь на Болткоме, на радио, я могу с полной сейчас ответственностью публично сказать, что, во-первых, значит, в эспланаде на сегодня, на сегодняшний день, общее имеется не две, не три, как говорила радиослушательница, а десять скамеек со спинками. Десять. Они все находятся в районе памятника Калпаку. Это в той стороне, где, на стороне улицы Элизабетес. Если так мы смотрим по, скажем, географии парка, то сторона Элизабетес. А остальные, вот те, которые есть в самой эспланаде, где, ну, то есть, игровые, скажем, игровые площадки, где ближе к кафедрали, ближе к улице Калпака, бульвару, там есть общее количество вообще шестьдесят шесть. Скамеечек? Да. И только десять из них, или сколько? Те, которые там, эти, которые есть, вот эти, они на сегодня не рассчитаны на эти, на спинки. Но эспланад у нас тоже очень важный, ну, как по этапам приведения порядок, там, начиная от Wi-Fi, но сейчас мы заменили полностью освещение, которое потратил, домские деньги, там новые лампы, все стоят. Мы планируем в этом году, уже 14-м, заменить дорожки там, где, ну, то есть, приведить в порядок все, что касается дорожного, ну, то есть, дорожного покрова. И также, ну, там, уже благоустройство всего этого парка, учитывая, что там один из центральных мест по столице культуры 14-го года эспланад у нас становится. Но, и, конечно, вот, учитывая наш диалог, да, то есть, также сейчас будет изучена возможность и части вот этих 66-ками их заменить на... Те, которые со спинками. Те, которые со спинками. Чтобы могли люди отдохнуть, действительно, и расслабиться. Да, да, так что наш результат также дает свой. Так, у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу вывоза мусора, я так и не понял, это уже приняли, не приняли, но мне непонятно, почему из одной крайности в другую. Ведь посередине есть вариант считать либо квартирам, в смысле, по количеству комнат, либо по квадратным метрам. Мне кажется, все-таки по логике это ближе к тому, ну, более объективно. Я понимаю сложность, значит, контроля задекларированных, но количество комнат или квадратных метров все-таки ближе к количеству вывоза мусора, потому что оно ближе к количеству проживаемых людей. Ну, в крайности, одна комната или три комнаты, да. Ну, это понятно. Да, спасибо. Ну, господин Америкс уже сказал, что это не изобретение самоуправления, это постановление кабинета министра. Америкс не придумал. Да, странно. Такая замечательная идея, не вы ее придумали. Да, я могу только сказать, что на этом опыте мы также подготовили свои предложения, касающиеся, ну, как можно сказать, более честно или более справедливо, так, более справедливо, может, в будущем распределении есть такие предложения, но на сегодня просто объясню, какая ситуация сегодня, да. Возможно, и правомощно то, что есть квадратные метры, возможно, потому что я сегодня не хочу развивать эту дискуссию, потому что, ну, мы, как Рижская Дума... Ничего не решаете сейчас. Мы можем сделать предложение, но кабинет министров, который сейчас интенсивно составляется заново, там, они пока в портфеле делят, да, в их компетенции этот вопрос. Ну, может, там какие-то более... Посмотрим. Не столь слабые умы, как предыдущие, как-то они вообще сообразят, что от одного человека... У нас тоже такая надежда есть. Да, ну, эта надежда тоже слабая. Так, у нас еще звонок. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер, Сергей Беспотов. Да, здравствуйте. Господин Аминьевич, не звонил пока, сам, как говорится, не очутился на месте, скажем таком, на Ульс-Искантес, где остановка Арена Рига, 24-й автобус идет. В сторону центра стоит крытая остановка, а в сторону Саркандаугова голое поле. Там такие ветра постоянно, мама не горю. И вот ввиду своего сына с плавания, еще, как говорится, мокрого, и футболисты там дети все, такие ветра, стоим, ждем, просто насквозь пробывает. Нельзя там поставить крытую, как говорится, остановочку. Спасибо. Как везде. Спасибо. Критика принимается. Полит Искантес, это одна из первых улиц, которые с обоих сторон будут заменяться сейчас эти стоянки общественного транспорта, крытые. Это делается шаг за шагом. Мы заключили соответствующие договора, чтобы город тоже не только бюджетные средства тратил, это соответствующие договора с рекламщиками, которые берут обязанность оборудовать эти остановки, скрытые, соответствующие освещения, соответствующие. Но они размещают там рекламу, зато они обеспечивают вот это качество. Да, они не платят, как я понимаю, за размещение рекламы, но отвечают за то, чтобы были не целые, не разбитые вот эти вот будочки, какие крытые. Мы полгода, это вас с января по июнь, планируется, если сейчас правильно помню, где-то 300 таких остановок оборудовать улиц Искант с обоих сторон, есть в этом списке. То есть есть надежда, что скоро все будет лучше. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Амитрий. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос, вот, как говорится, по отделу случая, мне приходится жить на Красной Двине, и мне все время очень возмущает вот это вот место, вот, начиная по слежу улицы вдоль железной дороги, от лицея в сторону к 28-й средней школе. Так. Там жуткая грязь. То ли это железная дорога должна убирать, то ли должны какие-то дворники убирать. Ну, просто жутко грязь. Теперь мы доходим до угла слежу, и где находится Веселос поликлиника. Слежа 19. Да. В поликлинику внутри все сделали, очень красиво. Затем идем вдоль вот этого, как бы, парка, скверика Алдореса, да. Вообще, весь тротуар, асфальт вообще все, выбито совершенно. Уже просто идешь ближе к стенке поликлиники. И так, начиная до школы, школы, жуткий асфальт. Все-таки дети ходят. Потом очень часто не горят фонари. Сейчас темное время, ну, дети возвращаются уже поздно. Четыре часа еще темно. Я всегда звоню, как бы, если фонарь не горит, где-то что-то. Ну, можно же сделать хотя бы как-то асфальтировать или убрать. Сейчас просто, если проехать пятым трамваем, ну, представляете, просто убожество какое-то. Вот едешь в сторону Милгрависа, правильно, я очень согласна с мужчиной. У нас тоже нет ни на твайке остановки, закрытой остановки. Ни на, да, ни у школы 28-й нет ничего. И вообще вот эта грязь, то ли Рига-Сатекс нас не убирает, вот эти остановки. Песок уже прям годами. И то же самое вдоль трамвайной линии слежу. Первый год, когда вы еще были у нас, как бы приступили, выходила весной, убирала барьеры вот эти вот, ну, от песка. Поэтому все вот эти водоприемники, все забитые вот этим песком. И ничего не работает. Пожалуйста, я вас очень прошу, обратите внимание. И потом вот эти остановки. Спасибо хотя бы за одну остановку на Саркандаугу, где починили скамейки. Но там еще можно сделать, чтобы были хотя бы скамеечки. Спасибо. Да, спасибо за критику. Я передам, это то, что касается улицы Слежу. Она идет, я там, она идет рядом с железной дорогой. Там где-то поликлиника. Это поликлиника наша, Думская. Мы сдали в аренду эту поликлинику от Васовс. Это система Рецепе. Им принадлежит эта поликлиника как частные арендаторы. Я передам исполнительную дирекцию. Я принимаю эту критику. Мы посмотрим, чтобы там навели порядок. То есть, так что я сейчас не буду комментировать. Конечно, часть этого всего, что там не сделано. Я не обещаю сейчас, что мы можем сразу заделать ямы, если это опасно, то есть, это уже реконструкция весеннего части. Мне сейчас нет уверенности, что она в первых приоритетах по ремонту улиц. У нас где-то 30 улиц, которые стоят на планируемом ремонте в этом году. Асфальтирование, да. Ну, то есть, реконструкции, будем говорить так. Почему такой объем? Потому что, если мы что-то делаем, одно дело заделать просто яму, другое – это ленивая канализация. То, что, по сути дела, и портит этот асфальт. То есть, тогда, когда реконструкции проводятся, там полностью реконструируются все эти стеки. Ну, то, что касается воды. Я принимаю эту критику, и мы, то есть, передам сейчас задачу исполнительной дирекции, касающейся, что мы можем делать. Так, мы выслушаем вопрос, ответим после новостей. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер вам. А вот, скажите, вот такая улочка есть, Пулка, это в районе Зыгускава. Ну, хорошая улица, так сказать, красивая бывшая раньше военная часть, а теперь там так темно, сама вроде бы асфальтирована, ничего, но темень страшная, так сказать, там невозможно просто ходить. Я знаю, где-то улица, да, Пулка. Да, что-нибудь помочь можете? Я поясню после тогда новостей. Спасибо, да, сейчас у нас перерыв на новости. Андрис Америкс, вице-мэр Риги, отвечает на ваши вопросы. Я, Инна Саберсиня, помогаю ему в этом. И Константин Рост обеспечивает качество эфира. Встретимся после новостей. И снова здравствуйте, друзья. Я Инна Саберсиня, Андрис Америкс, вице-мэр Риги у нас сегодня в традиционной своей программе. И, собственно, мы выслушали в первой половине нашей передачи вопрос, заданный ему. И там было, значит, по Дзягушкамсу, по Мазополкову, нет, по Мазополкову улице. Эта территория сейчас предполагается освещать, то есть есть такие европейские деньги. И мы уже два раза отконкурсировали, ну, то есть все эти действия. Проблема была такая, пока фирмы спорили друг с другом, наспаривали результаты конкурса. Время ушло, да? Нет, не так. Могли подписать договор, но попало, что в зимнее время. То есть зимнее время это выполнять, ну, то есть это можно только с весны до осени. То есть там надо устанавливать эти столбы, да? Много там, да, там работы по благоустройству. Я думаю, что мы это все сделаем, там будет свет в этом году. Ну, и вообще, я думаю, что вы должны как-то вообще обследовать Ригу, имеется в виду даже самые маленькие улочки, потому что на самом деле... Иначе у нас много, у нас, честно признаюсь, ну, то есть общая длина всех улиц Риги 1800 километров. Ну, мало или много, каждый по-своему может сравнивать, да? Есть сегодня где-то сотни улиц, которые не освещены. Вообще? Вообще не освещены, не говоря о том, что там надо что-то менять. Шаг за шагом, ну, город большой, ну, 300 квадратных километров, я сейчас такую статистику говорю, если мы... 300 квадратных километров, это город, с одного из Болдырая до Кенгаракса. Поэтому вот эти улочки маленькие, которые, да, они все есть в списке, так же, как и... Ну, мы когда по квартирной очереди, мы... То, что мы можем, иногда европейские деньги ищем, то по-другому, ну, чтобы это все сделать, ну, то есть каждый год мы немножко движемся вперед. Сейчас мы занимаемся Дарзене. Вот эта территория, вот что мы говорили, так же, это примерно 2000 рижан сейчас постоянно декларировали, живут в Дарзене, что раньше был просто дачный... Дочный поселок, да, сейчас это можем называть не микрорайоном, то, ну, местом Риги, где довольно много людей живут круглогодично. Так, у нас звонки. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, есть ли надежда на благоустройство трамвайной остановки у центрального рынка, молочный павильон? Часто люди уже звонили, а от кого это вообще зависит? Это зависит от Департамента транспорта и центрального рынка. Они подготовили еще где-то два года назад свои предложения, касающиеся благоустройства этой, ну, скажем, этой автостоянной, то есть не авто, это трамвайной остановки, но она находится очень близко к каналу. Ну, если мы знаем всю эту географию, где это есть. И это исторический центр города. И там, ну, наши охранять, те, которые охраняют исторические памятники, это Государственная служба по памятнику. Да, да, по крайней памятнику. То есть она не согласовала этот проект. И, то есть, те предложения, которые были, они были отвергнуты, это я еще помню. То есть, как оборудовать вот это очень-очень узкое место, которое, ну, завязывается с одной стороны на сторону канала. И, я думаю, эти дискуссии продолжатся. Я признаю только то, что реально это, это, это есть проблема. И ее, ну, скажем так, не просто, как это в других местах, вот точно на Сканстасе или, или на улице Бривибасе, или где, ну, есть традиционные уже остановки общественного транспорта. Этот исторический центр, он дополнительно ставит задачу, не просто поставить... Да, сохранение того, что там есть, как бы... Занавесь там, чего-то, да, это не так просто. Но проблема известна, и я могу подтвердить, что и центральный рынок, центральный рынок, руководство центрального рынка вместе с департаментом транспорта, то есть он актуален, этот вопрос. То есть мне неизвестно сейчас, на которой стадии уже опять новые предложения по тому, как это оборудовать. Понятно. Еще звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Вот, у меня, господин Аверик, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, ну, наверное, уже известно, сколько в этом году будет с помощью Рижской думы утеплено детских садиков и школ городских. Скажите, пожалуйста, по-прежнему все конкурсы на эти работы будут выигрывать фирмы Реон-Ре, Велве, Арчерс, Сконта-Бувы, ну, еще какая-нибудь одна. Или великая трагедия людская. Вы, золи оттуда, научат Рижскую думу, что это фирмы не делают ремонты, они только собирают деньги с подрядчиков. Спасибо большое. Спасибо. Я бы с большим удовольствием видел в наших конкурсах десяток строительных фирм, которые бы предлагали свои услуги Рижской думы. Вообще ситуация довольно уникальна. Да, мы в этом году также продолжаем утепление фасадов и школ и детских садов. Если правильно помню, более 20, то есть и детские сады, и школы будут утеплены и за европейские деньги, и за бюджетные деньги города. Ну и, соответственно, ну как, мы сегодня являемся и шаг за шагом каждым годом. Вот в этом году 22 миллиона лад, еще одно, если мы переводим сейчас, это 30 миллионов больше евро, мы направляем половину всего инвестиционного бюджета на улучшение, то есть образовательной сферы, то есть детские сады и школы. Но не только утепление, это и ремонт кухни, новые окна, благоустройство территории. Эта программа известна, об этом мы публикуем и говорим, которые школы, которые детские сады будут. Но у нас есть задача. Вот мы имеем проект, то, что мы хотим сделать, отремонтировать, скажем, тот или утеплить тот или другой детский сад. Мы делаем, что мы можем, да, мы же не можем, ни Америкс, ни кто-то не звонит, уважаемый строитель. Ну вот, есть соответствующие, ну сегодня, правила, и мы объявляем конкурс. Конкурс, говорю, вот, ребята, вот есть соответствующие предложения, ну давайте, кто даст дешевле цену, вперед. Я принимаю, что, скажем, есть дополнительные условия, которые выставляет и государство, что фирмы, которые участвуют в конкурсах самоуправления государства, они не имеют права быть с долгами перед бюджетом. То есть налоговые долги, ну, скажем, автоматически исключают их из участников. Дискуссии никаких, справка из госслужбы налогов, и ты участник конкурс. Это раз, там были дополнительные условия, что еще надо подставлять среднюю зарплату, ну, то есть, есть соответствующие требования, которые эти строительные фирмы обязаны представить. Кроме еще того, Рижской думы, мы тоже боимся, что не пришли какие-то, ну, халявчики, будем говорить так, мы требуем, ну, как или залоги, ну, то есть, ну, что, гарантии, да, того, чтобы эти работы, ну, были выполнены. Поэтому мы оплачиваем работы по факту, мы не даем авансов на строительные работы. Вот и все, и исходя из этого, я могу полностью подтвердить то, что мы открыты сейчас и призываем, и, ну, не знаю, строительные фирмы, и, не знаю, из Далгопилса, Лепа, и не знаю, откуда вы, если такие в Латвии есть, давайте участвуйте, то есть, нет вопросов. То есть, на то, что сегодня вот это, Реон Реон, сколько мне сейчас известно, ну, то есть, мы не видим их участия в конкурсах Рижской думы. Я сейчас не вижу, я могу только подтвердить это, но мы не можем им и запретить это. Ну, да, вы, собственно, выбираете из того, что есть, и если так мало участников, то, понятно, что там особого выбора нет. И второй, до сих пор, ничего не помню, ну, то есть, так и существует правило, самая дешевая цена. То есть, да, то есть, тот, который из этих, который участвует, дает самую дешевую цену, мы обязаны с ним заключать договоры. Но вы контролируете процесс этих всех строительных работ или нет? Да, конечно, у нас в департаменте собственности есть надзор, то есть, стройнадзор, так называемый, специальные подразделения, которые контролируют это качество выполнения. То есть, мы, заказчики, от имени заказчиков все время идет этот контроль. Реально, ну, вот, от детских садов и школ, ну, если кто-то сейчас, пожалуйста, звоните, но не поступило жалоб, что Ришки думал, как заказчик, то есть, то, что получило, что это было, ну, плохое выполнение, вот, ремонтных работ. Так, у нас звонки еще. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Я не знаю, насколько вот в специфике вопроса господина Америкса, но вот касательно дорог, вопрос, ну, конкретно о затянувшемся проекте достаточно долго, он, наверное, уже больше полгода делается. Это вот, опять-таки, возле офиса Ре-Эндре, вот на Юрмальской трассе, там делается какая-то дорога. Соответственно, люди, которые выезжают из Марупы, там, по двум направлениям, на Юрмальскую трассу, они в достаточно неудобном положении, там, достаточно серьезные заторы каждый вечер возникают. Это людей, которые покидают рабочее место. То есть, вопрос, я какое-то время назад даже в Фейсбуке задавал Ушакова, он на него ответил, что это в конце октября эта стройка должна завершиться. Но мне просто вопрос заключается в том, но это вот, есть какой-то дедлайн на начатые проекты у вас, или вот то, что затянулось, это настолько достаточно простая операция, эту дорогу закончить больше, чем полгода. Да это нормально и, как бы, в согласном плану. Может быть, вы что-то знаете просто про это. Спасибо. Ну, мы сейчас, я стараюсь сейчас вникнуть этот вопрос. У нас есть одна дискуссия, касающаяся, если это мост Наума-Негатва, который ремонтировался и который сейчас, ремонтные работы завершены, и там есть, ну, то есть, съездные пути с этого моста, где выходит на Марупе. Есть одна дискуссия, которую нам сейчас надо решать ее с самоуправлением Марупе, потому что там граница Риги, и мы, есть отдельная часть, которая заходит в территорию другого самоуправления. Туда мы влезть не можем за свои деньги. Там есть одна дискуссия, я сейчас просто думаю, проблема в этом. Это раз. Два, если мы говорим об Ум-Негатове, то дальше, ну, это, я думаю, другой вопрос, это две параллельные дороги медленного движения, которые строятся параллельно, вот, Юрмалскому шоссе, Юрмал, ну, то есть, где дальше уже проходит за аэропортом, в сторону Юрмалы, ну, так же, как на улице, ну, скажем, на улице Краста, где есть эти параллельные, ну, скажем так, медленного движения трассы, которые еще за европейские деньги по части строятся, но сейчас там еще до сих пор эти работы продолжаются. Мне, ну, сегодня, та информация, которой я владею, то есть, по самому мосту на Ум-Негатове, там работы завершены, там полностью движение транспорта возобновлено, возможно, есть еще дополнительные какие-то подъездные пути, но я тогда об этом уточню, я сейчас не готов дискутировать даже. Ну, я надеюсь, что в следующий раз при случае мы об этом вспомним. Да, да. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Придущему и господину Америксу. Здравствуйте. Господин Америкс, мы опять возвращаемся по улице Зепникамс в район Южного моста. Да, 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 поворот, не перебивайте только, пожалуйста, я вам сейчас расскажу ту проблему. Я получил, жители микрорайона получили ответ, ответ на жалобу, который был в комитет транспорта на Баранику, то есть на директора департамента и на всю эту организацию. Так в ответе не идет разговор, что там есть какие-то, как вы в прошлый раз сказали, департамент, САТИКС департамент, не САТИКС департамент, а ЦСДД запрещает. А причину, они говорят, мол, есть проблемы, другие, другие дальше едут. Езжайте по улицах Баусков к молочному комбинату, заезжайте на Южный мост и заезжайте так далее. Да, нет у нас денег, там и не будем делать. То есть, если брать вот этот ответ, это была жалоба на директора департамента, да, и этот же директор департамента, собственно говоря, отписывает эту жалобу. И Бараник не подошел своими депутатами в комитете несерьезно. То есть, получается какой-то беспредел. И получается, что ни вы, ни Ушаков не контролируете эту ситуацию. Как издевательством над жителем микрорайона назвать это нельзя. Спасибо. Я скажу так, когда эту третью часть Южного моста, ну будем говорить так, до улицы Зепнеканца. У нас Южный мост строился по тремя этапам. Последний этап – это вот мимо молочного комбината выход на улицу Зепнеканца. То есть, и организации, то есть, этот проект отконкурсирован и был такой, ну, за которым мы, значит, не политики же проектировали. Ну, то есть, проект был выполнен по тому, какие задачи были поставлены над строителями. Когда этот проект завершен, то есть, де-факто сейчас, да, то есть, тогда возникает несколько вопросов, касающихся организации транспорта, ну, по всей этой магистрали. Ну, да. То есть, проект выполнен, то есть, соответственно, точка поставлена. И сейчас мы говорим так, что все-таки, ну, или проектировщики до конца, они все предусмотрели, или, ну, скажем, менялась ситуация, это уже другое дискуссия. И сейчас то, что я сказал, это дискуссия открыта, то есть, что надо делать дальше. Не просто лопатой сейчас копать, проект, точка поставлена, да, новая эксплуатация. Сейчас надо подготавливать тогда следующие вот эти изменения этого проекта, ну, то есть, коррекция проекта дополнительной по, ну, четвертой полосы, будем говорить так, как повороты, ну, оборота, или как-то соответствует со всеми правилами безопасности, ну, которые есть по дорожному движению. То, что я назвал ЦСДД, ЦСДД сегодня дискуссия их правомощность, то есть, когда они разрешают, скажем, там, правые, левые повороты, там, обороты вокруг, когда была большая дискуссия на той же самой Лил-Ербису улице, где у нас спица, где делали этот карман и сокращали зеленую зону на уровень этого оборота, если кто-то из радиослушателей это слушает, это тоже шла, ну, примерно полтора года дебата об этом, как правильно это сделать. Я думаю, что в этом году мы, учитывая то, что только что сдали в эксплуатацию всю эту, ну, скажем, магистраль, мы возвратимся к этому, да, и... То есть, просто так принять какое-то решение о том, что там можно вот жителям, которые действительно очень недовольны тем, что они могут попасть? Ну, они, в принципе, сейчас принимают, они через зеленые зоны оборачиваются так и так некоторые, что нарушение правил движения, да. Но факт один, то, что мы будем обязаны и комитет по транспорту, и специалисты, и департамента, ну, обязаны будут возвратиться к этому вопросу, подготовить какие-то предложения, похожие на то, что, скажем, на тот же самый Лилл и Рубис, ну, эти повороты. Я думаю, что это в этом году нам стоит как задача впереди. Понятно, спасибо. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Добрый. Здравствуйте, господину Америксу. Хотел бы задать вопрос насчет уличного освещения. Я подавал запрос в Риге с Гайсмой и получил ответ, что улица является приоритетной, и в соответствии с этим, мол, как-то ищите пути сами как-то это уличное освещение привести. Оно идет на улицу, но до определенного участка, а потом прекращается. То есть, там еще жилые дома идут. Это улица на утро, она такая, в Риге. Хочу спросить, какие есть пути, чтобы, соответственно, как-то решать этот вопрос, может, как-то отдельно подавать какую-то заявку, если не является приоритетной или какой-то порядок. Спасибо. Мой комментарий следующий. Какие пути? Увеличить налоговые доходы Рижской думы. Да, у нас борьба сейчас с центральным правительством о том, какие права уреческого самоправления и сколько средств остается на те или другие проекты. То есть, это уже публично обсуждалось много раз. Я уже сказал, когда мы с Инессой говорили, примерно 100 улиц сегодня являются неосвещенными. Это порядок. Немножко, может, больше, чем 100 улиц. Они стоят в очереди, но у нас будут средства. То есть, основная задача, которую мы бросаем сейчас, в этом году, это продолжение ремонта внутрикварталов. То есть, то, что делалось в Плявниках, Пурцемсе, Золы, Тудиманте. Мы сейчас переходим в Югла, Вацмилгравис, Ильдюцемс. Мы идем дальше. То есть, по ремонту внутренних контейнгерок. Туда идем. Но я сейчас записал эту улицу. У меня нет комментариев касающихся его. Но, по всей видимости, на сегодня, перед улицей на утро, оно еще стоит какие-то... То есть, есть улицы неосвещенные, но у которых есть жилые дома. Ну, там тоже он говорит жилые дома. Да, ну, вот я проверю, насколько это сегодня ситуация соответствует, ну, в реальности. Так, у нас последний звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Господин Амеликс, вы немножко по поводу договоров еще на выполнение работ. Вы немножко лукавите, не сказав одну вещь. Многие строительные фирмы не имеют задолженности. А условия конкурсов говорят о том, что оборот фирмы должен быть по 5-10 миллионов. Не важно, латов или евро. И, соответственно, данные фирмы, которые были названы звонившим, выигрывают конкурс. Потому что многие фирмы под эти обороты не подходят. Дальше они действительно, как правильно сказал, звонившие набирают рабов, субподрядчиков, не делая ничего. Вот и все. Все остальное, как вы рассказали, кроме оборотов, ну, необходимых в конкурсе. Я проверю. Это совсем правильно. Я проверю. Я не утверждаю. Вы не можете не проверять. Я могу вам сказать без проверки. Все эти конкурсы имеют определенные обороты. Которые подходят 5-6 фирм в Латвии. И не более того. Вы прекрасно об этом знаете. Если не вы, то ваши подчиненные. Вот и все. Извините. Спасибо. Мой небольшой комментарий, касающийся этого. Если идет речь о благоустройстве территории детских садов, к примеру, или, ну, работ там, не знаю, заборов, школ, соответственно, то есть эти конкурсы, пожалуйста, ну, есть, там нет таких, нет таких условий. Я думаю, что эти условия, ну, я проверю еще раз, они выставляются тогда, если, скажем, общие ремонтные работы, к примеру, составляют калькуляции примерно миллион латов, ну, я условно говорю. Тогда, соответственно, выставляются какие-то требования той строительной компании, чтобы, ну, у них такой оборот был, а то, ну, как иначе. У них, скажем, оборот там, не знаю, 50 тысяч, да, они стартуют на, ну, миллионный заказ, ну, к примеру. Тем более, что без оборотных средств, если, как я уже говорил, мы не платим авансы, ну, мы заключаем... По факту вы оплачиваете. По факту, да. Тогда, ну, или эта фирма обязана брать кредит. Ну, да, чтобы выполнить этот объем. Да, и после этого мы расплачиваемся. Возможно. Давайте я точно вот сейчас посмотрю, как я попрошу дополнительную информацию. Есть, конечно, конкурсы, где вот сейчас на лавку улицы ремонтируют ту же самую русскую школу, которая на самый большой проект. Сейчас вот конкурсироваться. То есть калькуляции, если правильно я помню, по-старому, 2,5, более 2 миллионов латов были эти ремонтные работы, которые планируются. Там переходит улица, школа Хердера планируется переходить. Ну, вот 2 миллиона. То есть это объем работы, с которым заключается договор. Но там, возможно, есть условия, ну, там умножается на 3 или как, или 5. То есть предварительный объем оборота годового, который также является условием. Ну, иначе, наверное, очень сложно, то есть отвечать за качество. Просто, но есть много сегодня конкурсов, которые заключаются, кто никто не объявляется. Нам на ремонт, ну, скажем, тех же самых детских садов и, ну, там, скажем, игровых площадок. И много случаев, не много, но, слушай, десяток случаев, когда ни одна фирма не приходит. И мы обязаны, ну, как тратить время, объявлять заново эти конкурсы. Так что это, ну, такое... Полка двух концов. Полка двух концов, да. Так, к сожалению, наше время истекло. Я напоминаю, Андрей Самерикс был сегодня в своей программе «Голос Самерикса». Я и на СБР за ней ему помогала провести эфир. И Константин Рост помогал нам в качестве этого эфира. Будьте здоровы, до свидания, всего доброго. До встречи через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok